Украшением Бреста и излюбленным местом встреч не одно десятилетие является кинотеатр «Беларусь». Здание находится в самом центре города, выглядит современно, с его панорамным остеклением и оригинальной архитектурой. Однако немногие знают, что его первоначальное историческое предназначение существенно изменилось. В этом месте на улице Миллионной, нынешней Советской, в 1861 году было построено двухэтажное кирпичное здание хоральной синагоги в виде шестигранника. Чертежи на все строения, которые строились в новом Бресте, Брест-Литовске, они утверждались Николаем Первым, то есть императором всероссийским лично. И когда ему представили чертежи вот этой синагоги, община, он не утвердил их и сказал, что он хочет видеть Бресте к синагогу как в Вене, гораздо более красивой. И вот существует такая легенда, что община нанимала архитектора, он ездил в Вену и снимал чертежи венской синагоги. И у нас здесь стояла копия, реплика венской синагоги. Правда ли нет, я не могу это подтвердить. Синагога в те годы была настоящим культурным центром еврейской общины, а сегодня о ее былом величии можно судить только по видимой части фундамента, которая располагается в цокольном этаже кинотеатра. Сюда приезжали учиться в нашей Ишиве со всего мира. Это к тому, что значило это здание. Что с ним произошло? Произошла очень простая вещь. После окончания Второй мировой войны, когда община была вся уничтожена практически, здание было национализировано и превращено в кинотеатр. Конечно, первоначальный вид фасада здания не сохранился. Зато в музее еврейской общины Бреста есть воссозданная копия макета постройки, а также историческая фотография после пожара 1895 года. Существует такая легенда, что вообще, в принципе, когда было уничтожено еврейское население и подумали, в общем-то, для кого синагога, так рассуждали, скажем так, то даже была идея вообще убрать это здание, но как бы для того, чтобы его убрать, его надо было взорвать. Вы видели, я говорю, видели фундамент, который сохранился оригинальный. Но когда взрывники рассчитали, какой величиной должен быть заложен заряд, то поняли, что снесется весь квартал. Многие страницы истории существования синагоги еще не исследованы и требуют фактического подтверждения. Краевед Иван Чайчиц – один из тех, кто по крупицам собирает сведения и факты развития нашего города. Рассказывая о синагоге, конечно же, хочется сказать о уроженце города Бреста, память которого в городе также помнят, память Чтица. Это наш знаменитый Минахин Бегин, который действительно ходил в эту синагогу. И, собственно говоря, государственный деятель Израиля, седьмой премьер-министр Израиля, ну и все-таки Нобелевскую премию мира, кому попало, не давали. Поэтому вот у нас в городе есть замечательный памятник этому человеку. И рядышком находится синагога. В частных коллекциях до сих пор есть немые свидетели хода истории, которые Брестский краевед по возможности выкупает. Например, снимок хоральной синагоги 1915 года, который в числе других был приобретен Иваном Чайчицем в Германии. Вот она была огорожена, улица была мощеная, булыжником. В истории нашего города есть еще много неисследованных страниц. Главное, что есть и люди, которым небезразлична его судьба.